У нас нет еще шести утра, я проснулась, скорее всего сейчас еще лягу обратно ненадолго, но схватила в руки телефон, чтобы заснять вам вот эту красоту, как падает солнце, вообще мечтаю стать шаворонком. Продолжение следует... 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 В следующий раз возьму обязательно бежевый. Здесь есть вот такая петелька, за которую вешать. Это мне не очень нравится, я, наверное, ее срежу. Но для кого-то это может быть таким бонусом. Удобно люди любят так пользоваться. У нас сегодня 32 градуса и очень высокая влажность, почти 60%. Дышать нечем, но вот что-то мне сегодня приспичило на обед приготовить котлеты. Запекала их в духовке, в общем, чуть с ума не сошла тут на кухне, потому что с нашей влажностью получается 33. Вот было написано, что ощущается вообще как 30. Ой, 32, а ощущалось как 35. В общем, на обед у меня сегодня котлетки. Это смешанный фарш, куриные грудки и бедра индюшатины. Вот, очень вкусные котлетки получаются в духовке. Я уже показывала вам не раз клубника на десерт. И на гарнир варю молодой картофель. Я вот уже порезала здесь укропчик, чесночок. Добавлю кусочек сливочного масла потом к картофелю. И все это вместе перемешаю. Будет очень вкусно. Салат просто помидоры, лук молодой, репчатый. Специи. Масло оливковое. Это просто водичка такая со льдом, огурец там и лайм. Вот, будет приятно холодненьким освежиться. Я желаю всем приятного аппетита, если кто-то сейчас собирается есть. Я вам сейчас покажу, какая сочная котлета получается. Я запекаю при 200 градусах. Слежу, конечно, где-то приблизительно минут 20, полчаса от силы. Надеюсь, будет видно. Там нет никакого ни жира, ни добавления сала и так далее. Они очень сочные получаются. Чем я занимаюсь? Это привожу в порядок некоторую свою посуду. Я уже привела в порядок деревянные свои ложки, лопаточки, доски. Я их периодически обрабатываю. Мою хорошо, просушиваю, потом обрабатываю маслом. Подсолнечным. И мне, в общем-то, очень долго служат деревянные предметы. И при этом они выглядят очень хорошо, как будто бы новые только я купила. И вот в данный момент приводила в порядок формы свои, которые я использую для запекания в духовке. В общем-то, я всегда мою посуду сразу, замачиваю, отмываю все, не допускаю, чтобы оставались какие-то следы. Но, конечно, бывают накладки и остаются какие-то, может быть, небольшие пятнышки, которые со временем вдруг ты замечаешь и понимаешь, что еще пару раз форма побывает в духовке, и это пятнышко уже останется навсегда. Учитывая, что эти формы я часто использую и для сервировки стола, то предпочитаю лучше иногда привести их в порядок. Это, конечно, не все формы. Есть некоторые, которые я, так скажем, в каждом дневном использовании, в очень активном идут. И я за ними не так уж прямо слежу, я их просто достаточно часто меняю. Вот это одна из моих любимых форм. Просто их помыл, они такие красивые, стоят, сияют, думаю, дай вам покажу. Вот это одна из любимых моих форм. Она просто бесподобного оливкового оттенка. Ну, собственно, здесь оливковый. И я ее использую как и для запекания в духовке, так и для сервировки стола. И чем она очень практична, это тем, что, вот видите, здесь по краешку есть такие, как потертости. И вот здесь даже какие-то точечки, это не грязь, которая образовалась в процессе запекания. Вот видите, они все гладенькие, покрыты сверху глазурью, а сделаны так специально, чтобы если вдруг какие-то пятнышки оставались, то это было незаметно, если его поставили на стол, чтобы все выглядело аккуратно. В этом-то она и ковар. Вот у меня такой вот горшочек есть. В общем-то, его можно использовать в духовке, но я в духовке не использую. Мне просто очень нравится. Я очень люблю такую грубоватую деревенскую посуду. И хочется иметь еще больше ее, чтобы можно было накрывать стол в таком более грубом деревенском стиле. Вроде бы простом, но красивым, со вкусом. И в таком более утонченном. У меня проблема с местом хранения и много посуды. У меня просто вот где-то лежит по углам, и бывает ты даже забываешь о ней. Или лишний раз подумаешь, ну вот ладно, когда на праздник вроде бы не лень достать, а вот когда в повседневной жизни быстро что-то приготовить, и думаешь, ай, ну что я там буду доставать, пока я там это все достану. Мы сейчас вот были в Икеа, и мне очень понравился один такой комод, шкаф. Я надеюсь, что муж исполнит мою мечту. Я прям вот мечтаю теперь иметь этот шкаф у себя, чтобы какую-то самую любимую посуду, которую я покупаю, в общем-то, очень скромно, в силу того, что хранить ее негде. Но иногда не могу сдержаться, и в конце концов я хочу жить здесь и сейчас, а не когда-то там, и когда появится это место, да, или возможность, или у нас будет дом, то возможности пойти и сразу все купить не будет. Так, по сути, дальше вот у меня есть вот такая форма тоже прекрасная, ее тоже можно использовать в духовке. Я должна сказать, что все эти формы, которые я вам показываю, они очень старые. Вот это мне дарила мама. Посмотрите, они просто в идеальном состоянии. Это не потому, что я ими не пользуюсь, я очень активно всем пользуюсь, а потому что я ухаживаю за ними. И она безумно красива, конечно. Выглядит такая яркая, глянцевая, и всегда приятно в ней что-то подать, поставить на стол, хоть жаркое какое-то, хоть просто котлетки. Вот этот часто использую под сметану, такой, который вот на развес, очень красиво выглядит. Единственное, что здесь нету крышечки, но она и не предполагалась, потому что это все-таки для супа. Это абсолютно простые формы, они там копейки стоили, я их покупала у нас в магазине ИКИ, но я их очень люблю, часто использую, они прям такие добротные, хорошие, выглядят очень-очень симпатично. И вот эта белая прекрасная форма, так, у меня здесь муха летает, вот это, да, вот такая прекрасная форма, очень-очень нежная, и, конечно, в ней запекать что-то такое, знаете, курицу или мясо, чтобы там сильно так жир брызгал, мне немного жалко, я ее больше, думаю, вот здорово ее использовать, например, для сыра, камембер, да, если в одной половинке запечь сыр, и вот когда он уже расслабится, расплавится, расслабится, ну, и расслабится в том числе, то вот во вторую половину можно положить какие-то хлебцы, да, хлебные палочки, еще что-то, в общем, закуску, которую можно потом макать в этот сыр камембер. Ну, и сама форма, она такая очень нежная, вот эти здесь, такие выпуклые фрукты, яблочки, виноград, сливы, груши, такие листики нежные, достаточно тяжело белую посуду показывать на камеру, она очень такая рельефная, и здесь по рельефу есть такой легкий, сероватый оттенок, ну, чудесная форма, и, конечно, на стол такую поставить, за счет того, что она просто белоснежная, она будет прекрасно смотреться и на столе, сервированном такой более изящной посудой, а не такой вот грубой. И у меня появились, я их просто сейчас смыла, вот такие прекрасные тарелочки, которые я купила в одном из магазинчиков, таких вот антикварных, винтажных, которые у нас появились, ну, кто меня смотрит давно, ну, знает, что мы с мужем любители посещать такие рыночки, всякие развалы, да, и так далее, искать какие-то, просто любоваться и смотреть, ну, и, конечно, при возможности покупать, я сразу хочу сказать, что ничего дорогого мы там никогда не покупаем, у нас дорогие винтажные рынки, и мы ходим туда с мужем исключительно, чтобы найти вот шедевр за копейки, как говорит Велина Хромченко, вкус нам дан для того, чтобы экономить, и я полностью с ней согласна, но у нас неприлично, дорогие вот эти вот глашиные рынки, и вот эти прекрасные тарелки, их 8 штук, десертные, в идеальном состоянии, достались они мне за сущие копейки, и они просто, это такая элегантность, что я вам не могу передать, это бесподобно бордовый красный цвет, и так, сейчас я переверну, чтобы ничего не грохнуть, это английские тарелки, я с огромным удовольствием приобрела тоже большие тарелки, но пока что мне вот они не встречались, вообще первый раз встретила вот тарелки из этой коллекции, вот из этой Мэдисон, мне они очень понравились, девчонки, скажите, вот они классно поддержат мои бокалы, дешевые, простые, которые я покупала в Икеа к Новому году, я их уже примерила сюда, ну, да, немножко видно, что это все-таки совсем другой уровень посуды, но все равно они прекрасно выглядят с бокалами, я приобрету какие-то белые тарелки, но вот белые тарелки должны быть не худшего качества, чем эти, и вот можно будет так подавать, на белую тарелку ставить эту поменьше, десертную, и, по-моему, будет прекрасно, с Димой остановились вдоль дороги, проселочной, ехали там в сельской местности несколько дней назад, и там такие потрясающие люпины, надеюсь, я правильно обозначаю эти цветы, росли, я не смогла удержаться, я говорю, давай срежем, у нас с собой есть ножичек такой, там открываются тоже такие, как и секатор можно отрезать, и вот мы собрали немного, привезли домой, конечно, по такой жаре, знаете, как-то они как тряпочки висели, но вот в воде просто прекрасно отошли, такие роскошные, и вы знаете, они у меня стоят уже, вот сегодня шестой день, представляете, как прекрасно они стоят, и у них обалденный аромат, черным, молотым, таким ароматным перцем, мне очень нравится, мне кажется, что это прям вот цветы, букет такой для кухни, мне сразу представляется такая кухня белоснежная, и вот такой букет, и запах у него чудесный, мой влог подошел к концу, я желаю всем счастья, здоровья, прекрасной погоды, настроения, до новых встреч на моем канале,